итак мы сгенерили box file теперь мы можем развертывать нашу систему и так вот у нас makefile сначала мы должны зарегистрировать box file потом мы можем или сразу запускать сервер клиент или сервер клиент по отдельности мы запускаем все это из makefile для того чтобы задать переменные окружения эти переменные окружения позволяют размещать все файлы внутри текущего каталога они в домашнем каталоге далее у нас vagrant file где у нас из одного имиджа генерация две виртуальных машины в каждой будет записано изменение что нам тут интересно интересно у нас следующее что мы изменили видео память до 12 поставили поскольку нас установка была текстовая то и видео память у нас установилась необходимая для текстового режима для графики 12 будет минимальная и у нас видно прописано что у нас два конфида конфиг для машины сервер которые базируются на клиентской машине цента 7 и клиент тоже на цента 7 вот у нас makefile видно что мы при регистрации называем машину цента 7 вот бокс файл а машина внутри vagrant будет называться цента 7 и и поэтому вот она и будет использована так ну все конфиг идут и все это у нас шаблончик тут давайте посмотрим как это будет работать да и вот у нас второй интерфейс будет подниматься как внутренняя сеть для связи двух машин для связи машины сервера и машина клиента для машины сервера уже сам начала будет устанавливаться адрес и так давайте вот мэйк хелп и так у нас вот эту цель нужно сделать мэйк выделили левой клавишей и средней кнопкой или shift средней кнопкой вставили запустили и так смотрим что же происходит вот вот распаковывается файл вот этот файл у нас лежит он распаковывается и генерится машина цента 7 давайте посмотрим вот у нас vagrant вагрант все такой все файлы вагранта суда положились сейчас мы распакуем посмотрим куда распаковался файл бокс файл вот так ждем сейчас он распакуется и зарегистрируется в агранте после этого мы сможем запускать уже непосредственно клиента и сервера то есть если вы сохраните бокс файл и у вас пропадут виртуальные машины то вы можете этот бокс файл сохраненный опять использовать и сгенерить виртуальные машины вот у нас генерился бокс все файлы имидж и так далее у нас вы помните был файл 5 гигабайт а тут 2,5 гигабайта имидж поскольку при генерации бокс файла у нас были ликвидированы все временные файлы файл подкачки и так далее то есть уменьшено количество всего все теперь мы можем запустить и так make help давайте запустим для примера сервер посмотрим как он запускается и уже непосредственно когда будем проводить конфигурацию всех сервисов мы будем подправлять наш vagrant файл добавлять новые какие-то параметры к нему исполняемые команды ну в общем будем работать в этом направлении а сейчас просто посмотрим как будет запускаться в принципе у нас запускается команда вот в моих файле смотрим vagrant сервер vagrant ап сервер то есть vagrant ап поднимает машину сервер конкретно машину сервер поднимает но из-за того что мы должны прописать были все необходимые переменные среды нам удобнее это делать в мейк файле мейк сервер так вот у нас критика идет из-за того что у нас адрес сервера который мы установили установлен в единицу и тут написано что по существующей практике данный адрес очень часто привязывают к роутерам сети поэтому нам обращают внимание что вы должны уверены что вы правильно установили адрес но действительно мы же сеть строим таким образом что сервер кроме серверных функций будет играть роль такого программного маршрутизатора для выхода в интернет для клиента поэтому мы поставили для него адрес который часто принято ставить для маршрутизаторов так что мы не реагируем на это замечание что сейчас делается у нас идет первый запуск у нас бокс файл распаковывается и устанавливается виртуальная машина значит клонируется виртуальная машина поскольку у нас из одного имиджа делается несколько виртуальных машин так ну и вот да запускается и все взаимодействие для настроек и всего остального будет выполняться пользователем вагранд и метод аутентификации парольный вот у нас она загружается загружается сейчас смотрим что пока ничего не происходит так это у нас имидж видно это адаптер а вот это вот видно что общая папка вот общая папка то где у нас находятся все наши данные откуда мы запускаем имидж то есть посредством этой общей папки можно сохранять какие то данные вот драйвер сработал раскрылся на весь дисплей посредством этой папки мы сохраняем данные и потом переносим в отчет ну вот собственно все мы запустили наш компьютер наш образ у нас пока тут один пользователь вагранд ну точно так же запускается и клиентская машина и вы таким же образом будете запускать свои машины и конфигурить их как будет принято в следующих лабораториях работа давайте выключим ее выключим вот две сети сеть внешняя и сеть внутренняя выключили выключить все у нас он был развернут вот под монтирована папка она у нас выглядела как слэш вагранд то есть в рутовом каталоге эта папка вела папки наши текущие но вот таким вот образом мы можем запускать наши виртуальные машины и дальше в этих виртуальных машинах мы будем выполнять наши лабораторные работы